Hi everyone, с вами Ева Лорман и в этом видео я покажу вам стрижки для полного лица. Кто хочет разбираться в парикмахерском искусстве как я и добиться успеха, я создала платформу с курсами колористика профессиональная, сам себе колорист, техники окрашивания, стрижки big step, стилист на миллион, ссылка на платформу в описании. Итак, let's go друзья! Полное лицо, особенность полного лица заключается в том, что посередине у такого лица присутствует объем и вот данная стрижка, которая называется каскад под 60 градусов, не самый лучший вариант для такого типа лица. Кстати говоря, все стрижки, которые я буду сейчас обсуждать, они все есть у меня на канале, поэтому кому интересно, смотрите в описании есть плейлист со стрижками или просто ползайте по каналу, потому как присутствует увеличение ширины по центру, которая в данном контексте абсолютно неуместно. Запомните одну особенность волосы, это продолжение линии лица. Если у вас здесь присутствует излишняя ширина, объем волос в этих местах добавляет вам эту ширину. Следующая укладка у данной девушки более менее удачная, но за счет такого расположения объема волос появился массив лица внизу, то есть ширина лица как таковая по центру не является доминантной, теперь у нас нарисовался подбородок. За счет чего это происходит? За счет сужения верхней части лица, то есть сверху у нас сейчас треугольник, снизу массивный треугольник. Объем переместился буквально вниз. Затем был эксперимент с цветом, но сама стрижка не решила никаких вопросов с объемом лица, потому как волосы в этих местах также добавляют массива и не решают основной вопрос. Еще один момент, который здесь присутствует, лицо стало более крупным за счет того, что одна сторона оголена, лоб стал довольно таки широкий, но не высокий. За счет этого разъехалась и ширина лица. Затем эксперименты переместились в сторону прямых волос. Это уже удачный вариант, но присутствие вот такой челки у данного типа лица приведет к тому, что массив лица снизу обязательно нарисуется. Это делается за счет того, что уменьшается вообще в принципе высота лица за счет челки. То есть визуально мы видим только вот эту область, которая ничем не компенсируется. Лицо остается широким, даже потому что присутствует вот здесь объем, небольшой объем волос. И очень важно нужно заметить окрашивание волос. Оно стало более контрастным, то есть цвет волос в этих местах стал более темным. Если наверху посмотреть волосы более светлые, то по бокам снизу они контрастируют с лицом. Контраст всегда будет подчеркивать достоинства, а также недостатки. В данной ситуации подчеркивает недостатки, но в любом случае направление уже правильное. И вау! Вау это long bob. Что здесь произошло? Лицо стало более гармоничным, оно вытянулось. За счет чего? За счет отсутствия челки и за счет того, что у данного типа лица высокий апекс. Апекс это разница макушка и зона роста волос на лбу. Вот этот отрезок, если он у вас высокий, то вам ни в коем случае нельзя делать челки. Они утяжеляют верх и не дают лицу раскрыться. В данной ситуации, в данной стрижке лицо раскрыто, оно реально уже за счет еще прямых волос около лица в этих местах. Плюс еще замечательное окрашивание волос. Нет контраста. Это все за счет стрижки long bob. То есть вот это зачет. А в этом образе как раз то, что не следует делать людям с полным лицом. Это четкие линии челки. Какие бы они ни были. Пусть это будет прямая челка или фигурная, не важно. Четкая челка такому лицу обрезает высоту. И если мы обрезаем высоту, то мы увеличиваем ширину. Это такой закон. В целом все остальное в этой стрижке вполне себе носибельно. То есть здесь все правильно. За исключением вот этой удивительной челки. А так лицо конечно очень милое. Следующий вариант тоже небольшие ошибки. Сама стрижка конечно выполнена вполне себе красиво, все замечательно. Но у данного лица помимо ширины вот здесь присутствует высота подбородка. При высоте подбородка нам надо обязательно поднимать высоту макушки вот в этом месте. То есть никаких прилизанных линий на лбу не должно быть при высоком подбородке. Нам нужно обязательно компенсировать эту высоту, а это открыть лоб обязательно и поднять макушку. И следующий вариант тоже, что не следует делать полному лицу, это всякого рода тоненькие челочки. Потому как они в принципе как и в этом варианте обрезают высоту лба и добавляют ширину проблемной зоне. По бокам все хорошо, за исключением челочки. В этом случае мы видим в принципе довольно гармоничное лицо, но у данной дамы очень хорошие волосы. Это видно даже невооруженным глазом. Плотные густые волосы. И здесь возникает вопрос, что мы хотели этой стрижкой добиться? Увеличить еще больше ширину лица. Хорошо, мы показали красоту своих волос. В принципе ширина лица не разъехалась, но в этом образе присутствует еще один момент. Ширина лица и следующая ширина это ширина плеч. То есть нам нужно при выборе стрижки с объемом с таким большим количеством волос учитывать еще и ширину плеч. Может быть такое, что этот объем будет доминировать над вот этой величиной. И это будет негармонично. Вот хороший вариант. Здесь очень хорошо все сделано. Отличное окрашивание волос. Лицо гармоничное. Лоб открытый. Высота апекса замечательная. Компенсация длины подбородка идет на сто процентов. И данная стрижка, лицо, прекрасно сочетаются с формой тела. А вот идеальный вариант для полного лица, если вы хотите как-то выделиться и уменьшить ширину лица. Это пикси лонг. Высота апекса замечательная. По бокам идут прямые линии. Контраста с лицом нет. Прекрасное окрашивание и лицо вообще не выглядит доминантным на фоне этой стрижки. То есть все очень гармонично и я бы даже сказала красиво. То же самое пикси лонг, только без такой супер укладки. А вот пикси лонг на более широком лице и лице с небольшими недостатками подбородка. Минус такой стрижки заключается только в том, что ее нужно укладывать. Особенно в зоне макушки. Эти волосы обязательно должны быть приподняты, чтобы они не лежали на лице и не укорачивали лицо, не делали его более широким. Также идеально считаю пикси медиум. То есть это примерно та же самая картина, что и в предыдущем варианте, только короче. Но такой вариант можно сделать, если волосы позволяют. То есть это густые, хорошо держащие укладку волосы. Если волосы более тонкие, редкие, то мы можем сделать пикси шорт. Посмотрите, как замечательно сработала эта стрижка. Она добавила высоту обязательно. При широком лице нужно работать с высотой лица. Мы видим здесь в принципе красивую гармоничную стрижку, которая сочетается с формой лица. Это как раз тот случай, когда тип волос не позволяет делать объемы, которые будут компенсировать ширину лица. А вот если вдруг вы любите свою седину, многие любят свою седину и у многих она в принципе довольно красивая. Можно не делать какое-то контрастное окрашивание, но при этом при всем нужно заботиться о высоте лица вместе с волосами. То же самое на этой картинке. Пикси шорт, пожалуйста. Кому качество и тип волос позволяет это делать, можете спокойно экспериментировать. Это будет очень хороший вариант. При этом при всем такие стрижки не требуют глобальных укладок. Здесь вариант максимально правильно сделан. У данной дамы волосы тонкие, их немного. Отращивание волос не приводит ни к чему, хотя нет, приводит к опущению лица, потому как вот эти волосы дополнительно опускают лицо и не дают ему визуально подняться. Гарсон и прекрасное окрашивание в стиле балаяж добавляют высоту данному лицу и убирают ширину. А вот гарсон на тонкие волосы, которые не держат укладку, то же самое. Потому как это идеальный вариант. Люди очень не любят делать укладки. Если волосы тонкие и их немного, ты просто не сможешь этого сделать в домашних условиях. Ну не будешь ты постоянно крутиться на бигуди. Это идеальный вариант. Многие просто боятся так коротко стричься, но на самом деле это настолько стильно и красиво выглядит, потом человек очень долго жалеет о том, что он давным-давно не сделал такой образ. Укладка минимальная, можно сказать, в каких-то случаях ее вообще практически нет. Главное понимать, что тебе нужно правильно подобрать цвет волос. Та же самая система, но здесь лицо в принципе не пухлое. Я просто хотела показать именно контрастное окрашивание. Это балаяж. Вот пожалуйста, как один из вариантов уменьшить ширину лица, это в принципе ее полностью закрыть волосами. Но минус этой стрижки заключается в том, что она не носибельная. Надо еще тоже понимать, насколько вы сможете жить с этой стрижкой. Та же самая история. И третий вариант это то, чего нельзя делать на узкое длинное лицо. То есть то, что идет полному лицу, не подойдет однозначно для узкого и длинного лица. И тип волос, конечно, кстати, вообще сюда не подходит, как будто бы кошки подрали. Прям видно хорошо куски волос, которые просто невозможно уложить. Это первое. Второе. Такое удлинение по диагонали придает всегда высоту. Данному лицу высота не требуется. Здесь надо наоборот работать с шириной. Ну и плюс тип волос, он абсолютно не подходит для таких стрижек. Это прямые, довольно плотные волосы. И данной модели нужно было сделать просто лонг боб. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Их такое огромное количество. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye bye everyone. С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео. Эй народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут зажми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать. Пока!